Привет, я Зоисимар, и я в Варанасе, здесь охрененно жарко, мне нужно поесть, поприться и поспать в часов 30, так что я пока пойду, я реально в Варанасе. Это был обычный перекрёсток в Варанасе вечером, а сам по себе город, чем особо не приключательный, типичный индийский город, но в нём есть ровно одна особенность, это особенность священная река Ганга. Сейчас 5 утра, и на этом очень утлом судёнышке мы плывём по реке Ганге, рядом люди купаются. Священная река Ганга в Варанасе примечательна тем, что на одном из её берегов стоят многочисленные гхаты. Гхаты это ступени, вверху которых находятся различные особняки и дворцы, потому что каждый махараджа в Варанасе пытался построить свой дворец круче среднего, а внизу ступенек находятся погребальные места, места для сжигания, и на них сжигают людей. Считается, что если тебя сожгли в Варанасе, то твоя душа выйдет из круга сансары и больше не будет перерождаться в этом бренном мире, поэтому желающих быть сожжённым в Варанасе очень много. Кстати, кварталы Варанасе, которые находятся им средственно за гхатами, тоже очень интересные, по ним стоит прогуляться. А каждый вечер на ступенях центрального гхата проводят великую пуджу. Это такой себе молебен за мир во всём мире, ритуал, цель которого благословление всего живого, чтобы всем было хорошо. Это очень шумно, очень красочно, нифига не понятно, но очень-очень шумно. КОНЕЦ Это чудо инженерной мысли называется Sleeping Bus, такой себе плацкард, только автобус. Есть нижние полочки, есть верхние полочки. И вот наша, нифига не видно, купешечка. И нам здесь ехать 12 часов до города Агра. Что делать в Агре? Конечно, ехать в Тадж-Махал. Доехать в Тадж-Махал такая нежка 5 метра, потому что рассвет. Я надеюсь, после рассвета очередь до рассвета. На входе дают бесплатную бутылочку воды, обещали шоколадку, не дали. И вот он, Тадж-Махал. Сегодня здесь немного людей, я надеюсь, дальше будет немного. И пока всё очень мило и напоминает Самарканд. Вообще, пойти в Тадж-Махал в 5 утра было отличной идеей. В это время здесь нет почти никого. А вот часам к 7 уже подтягиваются и собираются толпы. Про сам Тадж-Махал я ничего особо сказать не могу. Он, конечно, интересный, это чудо света и всё такое. Но мне больше по душе мечети из Марканда или Бухары. Да, там можно погулять, в Тадже имею в виду побродить. Но территория не особо большая, и кроме центральной усыпальницы и двух боковых мечетей смотреть там не на что. Все видели знаменитые фото, когда Тадж-Махал и за Тадж-Махалом огромная свалка. Так вот, за Тадж-Махалом. Это река Ямуна и никакой свалки здесь из Памени нет. Возможно, когда-то была, и это фото растрижировано, сейчас это обычная чистая река с чистой надрежью. А внутри Тадж-Махал не представляет из себя ничего особенного, усыпальницы, коридоры и всё. А это индийский завтрак, который мы скромили в отеле. Варёная чечевица, лепёшки, 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 сок. В жаркий сезон в Индии без кондюра жить просто невозможно, поэтому мы остановились в Агре на несколько дней. В Агре, где есть он мощный, клёвый кондиционер. И вот такой вот номер ты получаешь в Индии за примерно 18 долларов в сутки. Здесь есть холодильник, здесь есть кондиционер, шкаф. Здесь есть всё, здесь можно жить. И включённый завтрак. Но, правда, завтрак после еды здесь плохо, поэтому сейчас будем еду готовить. Мы купили местные фруктики, чтобы не схватить холеру, экзентерию и прочую напасть. И сейчас будем мыть их обычной водой, бутылеванной водой и протирать спиртиком. И запивать спиртиком. Шучу. Как и во всех крупных городах Индии, в Агре есть форт. Построили его британцы, потом её перестраивали великие монголы, он переходил с рук в руки. В общем-таки, сооружения есть в каждом большом городе Индии, не особо отличаются друг от друга. Но форт в Агре уникальный. Он самый большой и, пожалуй, самый интересный. Форт это одно из мест, которое нужно посетить в Агре, я считаю, кроме Тадж-Махама. Говорят, он круче даже бельйского форта. Он действительно большой, крутой, белокаменный, мраморный. К сожалению, гулять можно только по четверти территории. Остальные этой четверти заняты индийской армией, ходить туда, увы, нельзя. Но и то, куда ходить можно, очень красивое. Это всё по Агре, на самом деле, город не особо интересный. Здесь есть форт Тадж, сам город ни о чём. А мы едем в стрессу Индии, город Дели, просто Дели, а вот так выглядит стандартный транспорт по Агре. Да, совсем забыл, подписывайтесь, лайкайте, что такое. Ну, вы знаете, что делать, да?